Надо иметь мужество и еще один. А девятая рота иногда, когда где-то выступаю, и что меня спрашивают, как относитесь к фильму? Где-то... Ну сейчас, правда, уже меньше, а года два назад, когда он вышел. Я отношусь к нему плохо. Не знаю, как сами военные. И в основном даже не из-за того, что, как снято, по-моему, есть очень хорошие кадры. Я отношусь к нему плохо к сценарию. Бой такой был. Вот вам и расскажут. Но там, конечно, не вся рота полегла. И немножко в этом есть такое... А сценарий написал один парень, которого в Олгане не было. И я просто знаю, когда в «Союзе писателей» один общий... Вот мой друг, значит, а друг этого парня-сценариста, они вместе с детством разнакомы. Он ему прокрутил эту песню, «Девятый рот». Он говорит, «Дур, если бы я слушал, я бы написал совсем другое». Хотя, конечно, это «Девятая рота». В первые дни она вместе с ребятами из КТП участвовала в штурме дворца Амина и Недольфе. Потому что тогда много объектов брали. Вот сидит Владимир Степанович Лукареев, такой седой, как я, да? Что-то там брал, штаб ВВС. Ему там часовой тычет, это автоматик. В животное. Володя обидно смочит, мне отдаёт там. Вот это не автомат, значит, как дал его тот скопит. Вот он, как его допрали. Или это не так было, Володя? Володя. 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 Зачислят на должности павших в девятую роту кого-то из нас. Войну мы опять называем работа, а все же она остается войной. Идет по Тверскому девятая рота, и нет никого у нее за спиной. Идет по России девятая рота, жаль нет никого у нее за спиной. А вот песня ничем не примечательная.